Стрельба из лука Сначала было бросить курить, потом выиграть олимпийское золото. И вот сейчас курить бросил, а золото еще пока не выиграл. Поэтому продолжаем работать. Наиль – мастер спорта России международного класса, обладатель Кубка Европы, чемпион России. Секрет успеха просто, уверяет лучник. Трудолюбие, работа, работа, еще раз работа. Ну и конечно нужно любить спорт, нужно любить стрельбу из лука. И этим надо просто заболеть, этим жить нужно. Лук наиль особенный. Блочный лук, в отличие от классического, подразумевает выстрел, исходящий из кисти руки. Для этого на нее прикрепляется специальное приспособление – релиз. Это блочный лук. Рукоятка состоит из алюминия. Очень хороший сплав. Это прицел, это пипсайд. Это все относится к прицелу. Это тетива. Это полочка. Сюда кладется стрела. Все наглядно. Швостовик вставляется в тетиву, кладется на полочку. Дальше мы берем релиз. И зацепляем его за петелечку. Поднять лук, растянуть тетиву и выстрелить. Любое неточное движение правой руки может привести к промаху. Укрепляется спина, позвоночник, руки. Во-вторых, нет времени на глупости ни на какие. Ты чувствуешь себя спортсменом, здоровым человеком. Это дорогого стоит. В зависимости от особенностей спортсмена нагрузка разная, уверяет тренер Наиля. Андрей Абрамов – выдающийся спортсмен. Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Участник летних Олимпийских игр 2008 года. Преподает стрельбу из лука в спортивном клубе «Одинец» на базе Голицынской школы номер один. Он точно знает, как подготовить чемпиона. Когда приходит сюда, первое, с чем приходится сталкиваться, это именно, какую травму получил в жизни человек. От чего отталкиваться. Нужно смотреть уже лист его здоровья, что произошло с ним. И, исходя уже из этого, мы придумываем какие-то средства, чтобы у него была возможность работать с луком. Стрельба из лука – один из адаптивных видов спорта для лиц с ограниченными возможностями. Члены клуба «Одинец» занимаются им с большим удовольствием. Спорт помогает не только реабилитироваться, но и найти единомышленников.